МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Итак, каковы они итоги уходящего дорожно-ремонтного и строительного сезона? Насколько все удалось сделать? Насколько этот сезон оказался плодотворным и успешным для вас? Значит, удалось сделать все на 95%. Все средства, которые нам были запланированы в этом году, мы реализуем. Основной фронт дорожных работ в этом году где все-таки прошел? В центре города, на окраинах? Значит, я могу назвать улицы, но это было по всему городу. Но такие из больших улиц. Это Вальня очень большой, кусок был улицы сделан. Потом здесь и Пумпура, и Венспилс улица. Ну, это всего 22 объекта. Мегапроекты следующего года, если мы говорим о дорогах? Значит, о дорогах это улица Смилшу и Смилшкална. У нас сделан технический проект. Это ведут через железную дорогу, которая идет сортировочную в сторону Белоруссии. И с таким намерением, что когда-то можно будет этот путь продлить до улицы Кандавас и пересекать пути, которые ведут в Ригу железнодорожные. Ну, на данный момент запланирован первый этап. И вот буквально технический проект уже готов, полностью согласован. Экспертиза тоже готова. И будет объявлен конкурс на строительство буквально в этом месте или в начале ноября. То есть мы говорим о строительстве, вернее, о начале строительства нового путепровода в городе? Да. Это стоимость примерно где-то 20 миллионов. То есть будут привлекаться европейские деньги. И если это будет финансирование 85% и плюс еще государственные деньги, тогда это будет очень хорошо. Предлагаю сейчас вернуться к вопросам телезрителей. Их у нас достаточно много, а времени мало. Поэтому один из вопросов опять-таки касается обхозяйствования дорожной инфраструктуры. И вот горожанка интересуется. Улица Венспл 41 и Венспл 41А. Во дворе стоит пятиэтажный дом. И подъездная к нему дорога в очень плачевном состоянии. И вот женщина интересуется, кто должен делать там ремонт, самоуправление или обслуживающая организация, или сами жильцы. Но почему-то склоняется ко мнению, что это все-таки городская территория. Улица Венспл в этом году отремонтирована. И путь через трамвайные пути. И маршрута номер два, значит, тоже переезд сделан именно во двор. А дворовая территория уже находится к обслуживающей организации, которая обслуживает именно этот дом. Мне кажется, этот дом обслуживает ЗКСУ. Так что надо обращаться там. И там есть такая программа 50 на 50. То есть самоуправление вкладывает 50% на ремонт этого двора и жителей. Так что вот такое может быть решение только этого вопроса. Еще такой же аналогичный вопрос. Правда, на сей раз обратились к нам жители домов, расположенных на улице Ятнику 42, Тукама 72 и 74. Это перекресток улиц Ятнику и Тукама, это пятиэтажное здание, там три здания и там дворовая территория. Также могу сказать, что обслуживается компания, которая обслуживает эти дворовые территории. Также аналогичная ситуация, потому что улица Ятнику недавно построена. Также по европейскому проекту построена улица Тукама. Там въезды с обоих сторон нормальные. Единственное, с улицы Ятнику работало, сады, стыклы и, возможно, еще какие-то были земляные работы. Но это мы можем проверить. На новом строении происходит замена воздушных линий электропередач на подземные. И у каждого дома на тротуаре устанавливается большой ящик. И жители интересуются, если вдруг наступит зима и придется очищать снег, ну, с тротуаров, очистительная техника там не пройдет. Что делать? Ну, хорошо, что люди так заботятся и смотрят. Да, это большой проект проходит. Сады Ластейка проводят все провода, которые находятся на воздушном. И прикреплены столбам, они убирают все в кабеля и раскапывают тротуары, что потом мы совместно восстанавливаем. И, соответственно, счетчик выставляет как можно ближе к заборам, к домам. Но если они действительно будут мешать, но с нами все согласовано, в этих местах просто будут осторожны эту технику убирать. Обратились к нам и жители поселка Юдовки, и они говорят о том, что еще несколько лет назад здесь собирались построить тротуары. Тротуара до сих пор нет, и они, в принципе, уже в это и не верят. В связи с тем, что Сады Ластейкли, как я уже говорил по улице Смилшу, снимает свои сети воздушные и все это закладывают кабеля, и там эта работа проведена. Сейчас нам осталось убрать эти столбы, на которых находится наше освещение. То есть разрабатывается еще и параллельно тротуарному проекту вот этот проект на освещение. И я очень надеюсь, что в будущем году мы это осуществим. Еще один вопрос, и касается он же автобусных остановок. К сожалению, в городе продолжают орудовать вандалы, разбивают эти автобусные павильоны. И тем не менее, вот люди обращаются, говорят, на остановке 13 маршрутки около Даугова дождь, ветер, скамейка вся мокрая, пассажирам не укрыться от ненастья, когда приведут в порядок павильоны. К зимнему сезону мы опять застеклим все эти павильоны. И если люди обращаются про те места, где, например, нет павильонов, мы всегда это обследуем и заносим на будущий год о строительстве там павильонов. Листопад на дворе, листья летят с деревьев, с кустов, да, и поэтому вопрос о сборе и вывозе зеленой массы не мог не появиться и в нашей сегодняшней рубрике. Когда будет окончательно решен вопрос о вывозе зеленой массы участников? Три мешка по 100 литров никак не меняют ситуацию, если на участке 1-2 кубометра зеленки. И вот он предлагает такой вариант, что с сентября по ноябрь вывозить зеленую массу от частников в тех же самых 200-литровых контейнерах, выданных фирмой Клинер. Типа один день он вывозит зеленую массу, другой день вывозит бытовый отход. С многим предложением мы сталкивались, но на данный момент вопрос решен следующий, что можно прийти в Клинер именно в эту неделю и взять мешки 100-литровые и их потом выставить, по какому графику они поедут и эти мешки соберут бесплатно. Это именно думано для той территории уборки, которая находится за пределами этого частного сектора, частной земли. То есть 100-200 литров это полностью достаточно, чтобы не злоупотреблять и собирать свою зеленую массу со своих огородов и так далее. Господин Путин, спасибо вам за то, что нашли время прийти в нашу студию. Еще раз благодарю всех за внимание и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok